Всем привет! С вами команда CarpToday. И сегодня мы начинаем такой интересный цикл роликов, в котором будем рассказывать о том, каким снаряжением мы пользуемся и, в частности, что входит в наши tackle-боксы. В нашей команде есть определенное распределение обязанностей. Если Эд отвечает за работу с монтажами, с оснастками, то у него есть свой определенный tackle-бокс и даже несколько, и он обязательно покажет вам, что в него входит. Я в команде и Виктор, мы отвечаем за работу с насадками и все, что с этим связано. И поэтому у нас тоже есть свой tackle-бокс, и мы тоже покажем, какими инструментами мы пользуемся при изготовлении уже конкретных насадок. Но на этом мы не остановимся, мы также вам расскажем о том, какими мы пользуемся ПВА-материалами, что входит в нашу сумочку и какие там ПВА-материалы, инструменты. В общем, будет, надеемся, интересно. Поехали! Ну что ж, и вот мой tackle-бокс, который непосредственно я использую. Это tackle-бокс от компании Fox, одинарный смол. Ну и теперь посмотрим, что же в нашем tackle-боксе находится внутри. Мы привезли его в таком первозданном виде. Здесь действительно то, что мы используем с самого старта, будь то в соревновании или обычной рыбалке. И начнем мы, в первую очередь, с игл и покажем, какими иглами мы пользуемся. Мы используем иглы от компании Fox. Они у нас разные, но они каждый по-своему хороша. Первая игла, это игла красного цвета. Она хороша тем, что она тонкая по всему стержню, у нее нет замочка. И благодаря этому, когда мы протыкаем ей бойл, мы не разрушаем этот бойл внутри. Это очень удобно. Игла номер два, которой мы пользуемся, это игла желтая. Она уже имеет замочек. С помощью нее мы надеваем как раз стики. Хороша она как раз тем, что если на красной игле у нас замочка нет, то при проводке поводка обратно, вот этот острый край, он цепляется за сетку и ее в определенных местах рвет. Здесь же, благодаря тому, что есть замочек, игла гладкая. Вот и мы его просто закрываем. Здесь уже ничего не продирается, мы спокойно продеваем наш стик. На случай, если у нас стики больше, мы используем синюю иглу. Это стрингерная игла. И как раз она подходит для больших стиков. С помощью нее мы делаем различные ПВА стрингеры. Она очень нужна для того, когда у вас места нужно много больше. Ну и четвертая игла, которой мы пользуемся. Это игла для деликатных насадок. Она максимально тонкая. И с помощью нее мы насаживаем в частности кукурузу. Потому что, чтобы не разрушить ту самую тонкую пленочку кукурузу, как раз нужно использовать очень тонкие иглы. Про иглы я рассказал. Что у нас дальше есть еще в теклбоксе? Есть, конечно же, инструмент мультитул. Потому что в любой момент мне нужно, например, выпрямить поводок из флюрокарбона, не звать для этого специально Эдуарда. Или что-то там, не знаю, распутать какую-то микробороду. Для этого у меня всегда есть мультитул. Что у нас есть дальше? Обязательно ножницы. Потому что я также работаю с определенными материалами. Это не поводковые материалы. Но, например, если мне нужно где-то отрезать нитку или нужно, например, какую-то пываленту отрезать, я использую обязательно ножницы. Обязательный инструмент каждого карпятника это канцелярский нож. И обязательно всегда возите к нему запасные стержни. Вот. Что у нас еще здесь интересного? Если уже переходить непосредственно к стопоркам и креплению насадки, то у меня есть определенный набор, которым я всегда пользуюсь. Это силиконовые колечки от Garner. На случай, если мне нужно сделать поп-опоснастку какую-то и прикрепить к ней бойл, я использую вот эти силиконовые колечки. Их очень здесь много. И вот этот размер, он, на мой взгляд, достаточно универсальный. И мне нравятся они тем, что они действительно не раскисают в воде и насадка может держаться очень долго. У меня есть большой ассортимент различных стопорков. Вот, в частности, все, что осталось, например, после сезона стопорков от компании Fox. Это наши стопорки номер один. Они хороши тем, что они имеют разную длину. И мы всегда вяжем один волос и подбираем уже необходимое расстояние волоса от крючка до насадки при помощи вот этих стопорков. Если посмотреть сюда, то видно, что один из самых наших любимых стопорков это маленький. Здесь у меня уже их не осталось. Но также есть и другие стопора. Стопора для пелеца, стопора от корда здесь остались какие-то. В общем, здесь различный набор. Очень много разных стопорков и под разные условия. Мы также используем всегда искусственную кукурузу. В частности, одна из наших искусственных кукуруз-фаворитов это кукуруза от компании ESP. Она хороша тем, что у нее здесь есть разные размеры этой кукурузы. И у нее есть идут уже в комплекте готовые стопорки, которые входят в специальные прорези. Это очень удобно с точки зрения работы. Но мы этим не ограничиваемся. Мы также используем и другие кукурузы. Например, нам очень нравится кукуруза от компании Enterprise. У нее такая очень интересная форма, очень похожая на кукурузу. И почему нам еще нравится, например, кукуруза от Enterprise и ESP, потому что она плоская. И с насадкой именно эта кукуруза друг к другу прижимается очень хорошо. Помимо этого, у нас есть, конечно же, небольшой наборчик с различными еще кукурузами. То есть это, скажем так, запасные, а вот это основной набор, где мы храним различные уже размеры, различные цвета кукуруз, потому что не всегда срабатывают желтые. И, на самом деле, мы пробовали вот в этом году работать с зеленой кукурузой. И этот результат показал тоже очень, на самом деле, интересный. Мы не ожидали, честно, положительного результата. Вот. Есть у нас вот такой интересный набор от Enterprise, который мы в этом году тоже приобрели. И потихонечку его используем. В ситуациях, когда не подходят какие-то стандартные насадки, хочется попробовать что-то новенькое, мы используем такой наборчик. Мы о нем расскажем отдельно и покажем, что здесь находится. Здесь, на самом деле, очень много всего интересного. Здесь искусственный опарыш, там и хлеб, и пенка, и даже тигровый орех, и пелец. В общем, мы, думаю, подробно уже расскажем о нем. Не будем сейчас на этом останавливаться. Ну и, конечно же, так как мы любим использовать не только тонущие насадки, но и плавающие насадки, мы используем специальную нить для крепления бойлов. Мы ее храним в такой вот коробочке. Очень удобно, что ты отмеряешь себе необходимое количество и вот таким вот образом отрезаешь. Это, действительно, очень облегчает процесс. Ну и что еще у нас здесь есть в нашей коробочке. Есть шприц. Шприц нам необходим для того, чтобы добавлять в стики, добавлять в ПВА-пакеты, различные ликвиды или жидкости. Еще в нашей коробочке есть обязательно сверло, потому что иногда бывают настолько деликатные насадки или нам нужно просверлить пелец. Мы его используем. Есть вот это сверло. Нам нравится тем, что у него здесь на конце есть такой вращающий элемент и когда вы сверлите, не нужно вращать само сверло. У вас оно фиксируется вот здесь в руке и вы просто вращаете уже саму рукоятку. Это очень удобно. Ну и еще из таких вещей стандартных, зажигалка, потому что всегда нужно что-то подпалить. Ну и также у меня есть пульт от фонаря Ричманки, потому что я всегда первым делом бешу в своей рабочей зоне фонарь и когда мне нужно оперативно ночью что-то делать, я просто пульта включаю свой фонарь и пользуюсь им. Вот такой вот такл бокс, такой такл, такие инструменты, которым мы пользуемся, они зарекомендовали себя уже на протяжении нескольких сезонов. То есть вот эти иглы, например, вот этой игле, наверное, уже у меня лет 4 года точно, а красный, желтый глаз, с ним ничего не случается. Их большой плюс в том, что, действительно, замочки эти сделаны очень качественно, они никогда не подводили еще. В принципе, все, что здесь есть, всем этим я доволен, мы всем этим пользуемся регулярно и, действительно, это тот набор, который мы могли бы смело рекомендовать каждому карпятнику и гарантировать то, что эти инструменты вас не подведут. Все очень легко помещается в коробочку, коробка сама по себе тоже сделана очень хорошо. Замки эти, вот сколько мы пользуемся этой коробкой, уже достаточно давно, она нас еще не подводила. Это был обзор на Tackle Box по работе с насадками от Carp Today. Подписывайтесь на наш канал, в следующем видео Эдуард расскажет о том, какими инструментами пользуется он по работе с монтажами и оснастками. Обязательно заходите на наш портал, там есть очень много интересных материалов, в которых вы можете подчеркнуть много полезной информации. Ставьте лайки, это мотивирует нас на снятие новых роликов. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok